Сани положено готовить летом, а для сельхозтехники самое время зима. Сегодня четыре района республики получили тракторы на льготных условиях. Без трактора в крупном сельхозхозяйстве не обойтись, а стоят они около миллиона рублей. Если брать кредит, к примеру, на три года, стоимость вовсе возрастает в полтора раза. Чтобы поддержать сельхозпроизводителей, в Чувашии еще в конце 90-х создали лизинговую компанию. Она сдает хозяйствам технику в долгосрочную, даже бессрочную аренду за финансовую компенсацию, которая значительно ниже банковских ставок по кредитам. Если взять процентные ставки по банкам, а у нас в Чувашии агролизинге, годовое удорожание составляет не более 4%. Всего за период, скажем, лизинга, за три года, всего получается удорожание на 12%. По такой системе в республике сельхозпроизводители уже получили более 1200 единиц техники. Сегодня в хозяйство Ядринского, Урмарского, Маргаушского и Цивильского районов уехали 4 белорусских трактора. Обновлять технику нужно, и поэтому в этот сложный период, то, что сегодня пришли первые 4 трактора, для Чувашии это очень важно. Я думаю, в дальнейшем работа будет продолжена. Надо в ближайшее время собрать у всех сельхозпроизводителей заявки, раздать им перечень техники, которую мы можем привести. Теперь вы уже механизмы знаете, соглашения подписаны. Для руководителей хозяйств новая техника – это рост производительности труда и новые технологии. Для рабочих – комфортные условия. В кабине тепло. Летом можно включить вентиляцию, можно сделать прохладную. Опробовать технику в деле аграрии смогут уже через полтора месяца. В апреле начнутся весенние полевые работы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!